приветствую друзья сегодня мы рассмотрим грузовичок для евротрак симулятор 2 это bmc fatih bmc fatih это грузовичок турецкого производства производился в 1986 по 2009 год ведь как видим у него есть свой салончик в дилерах из модификаций давайте посмотрим модельку вот так вот выглядит модель очка в принципе очень даже неплохо даже тут цепи какие-то по бортам расположены моделька вообще-то неплохая я так скажу так теперь перейдем к кабинам кабина у нас одна шасси у нас в двух вариантах на этом мы остановимся поподробнее видим что у нас есть вариант с вот таким вот бортом и 2 вот такой погрузочный борт это для транспорта так вначале просмотрим для транспорта потом перейдем на борт переходим к двигателям видим что из-за вот этой подложки не видно какой двигатель но кажется 200 лошадиных сил всего лишь так теперь переходим к трансмиссиям на 6 передач следующее это у нас интерьер следующим образом выглядит интерьер чик довольно и такие простенькие материалы хотя элементов здесь достаточно много здесь уже при всякие рюшечки предустановленные какой-то приборчик кнопочки есть все хорошо но повторюсь материалы хотелось бы получше теперь переходим по краскам в стоке у нас он такого желтого цвета давайте посмотрим красится ли в кастомный до кастомный также поддерживается давайте подберем под него какой-то цвет так 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 не знаю по моему желтый выглядел получше чем вот это все мое творчество это какой-то вообще поносный выходит а давайте темно-синий сделаем его вот такой вот вполне себе неплохо теперь переходим к внешнему тюнингу есть здесь несколько точек не так уж и много но есть что посмотреть начнем как всегда с самого низа номера как видим уже установлены турецкие но все-таки он из турции так добавляются вот такие вот фарки это у нас значок michelin так и следующая точка у нас меняет бампер и также наши крылья видим что все покрасится в белый цвет это не зависит от скина который вы используете в любом случае будет белый давайте добавим белого сюда для разнообразия следующее что у нас это добавляется вот такой вот ромбик нашим на нашем на нашей есть решетки ну пускай будет следующий текст текст на вот этой вот таблички фатих давайте фатихи оставим turbo интеркуллер вот такой надпись так следующая . что у нас добавляет добавляет по бокам почему-то она здесь расположена по бокам добавляет вот такой вот декорчик turbo интеркуллер и полосочки разнообразить наш скин это очень хорошо следующая . она и я думал начать что это уже относится к интерьеру на самом деле добавляют вот такую вот полосочку сильно она нам не мешает вот так будет она загораживать нам ну это жуколовитель этот ну давайте смотреть следующие точки и так следующая . и добавляет тоже непонятно почему на зеркалах это не разместить но добавляют вот такие хабариты на зеркалах так идем вверх что у нас по козырьку пускай будет серый я бы хотел бы чтобы если бы он был был белым вот этим как как снизу то было бы классно но только серый или под скин тут вы уже выбирайте сами самом деле и решетка тоже не красится она только вот такому пластик пластиковым варианте так следующая . добавляет еще света нам на крышу так и варианты по спойлерам пока что не будем их ставить следующую . посмотрим вот такой вот логотипчик турки и еще какая-то надпись хорошо если мы поставим один из вариантов по нашему спойлеру все эту табличку уже не видно поэтому ее показал раньше так возвращаемся к нашим спойлерам видим что неплохо выглядит даже есть с надписями ну мне понравилось больше вот это потому что на такой еще нестандартной формы так теперь идем на наше зеркало посмотрим только один вариант по шинам и по дискам давайте смотреть тут у нас все стандартное стандартные шины и стандартные диски и последняя точка это у нас грузы груза именно под это шоссе если мы выберем борт и будут другие грузы давайте посмотрим их всего лишь два вот такой вот тракторец всего лишь два варианта но выглядят они неплохо как видим что сзади у нас уже ничего не выбирается теперь давайте вернемся к варианту который у нас вот по другому шоссе выберем второе шоссе это борт и теперь попробуем сюда груза насыпить здесь три варианта у нас есть вот такой вот тентованный борт тот же тентованный борт только с надписями уже при первом варианте нам доступно еще вот так такие вот допы вот можем сколько сена навалить но это именно по-турецки тут блин не знаю как если даже этот этот с этим грузом вы будете как с невидимкой проходить через какие-то низкие мосты но это все равно будет как-то нереалистично так что я бы с таким вот не ездил и второй вариант то же самое только у нас тут я не знаю это войлок какой-то ли что ну только меняется текстура как мы видим это мне естественно не устраивает потому что я хочу ездить везде и нормально так ну давайте посмотрим варианты давайте все-таки остановимся на вот этом варианте здесь все-таки какая-то фирма здесь обозначена так что ну видим сколько тут всяких деталей ну прикольно смотрится хорошо проработано теперь давайте переходим к нашему интерьер щеку посмотрим что здесь по тюнингу по зеркалам как мы видели ничего не меняется по нашему рулю также нету изменений эта точка убирает вот эту нашу полосочку и больше никаких изменений здесь нет так окошко у нас здесь нету так что у нас здесь такое ну какие-то не существующие у нас тут точки что-то тут должно было быть но его нету и давайте посмотрим на наш грузовичок уже в игре итак мы в нашем bmc давайте вначале осмотримся посмотрим как выглядит интерьерчик в принципе все нормально давайте включать двигатель слушать звук вот такой вот громкий звук включения пожалуй я наверное немножечко даже сбавлю звук двигателя потому что достаточно громкий он в игре вот так вот получше будет теперь давайте проверим поворотники как у нас работают так видим что индикации и анимации есть хотя индикации у нас одной одним индикатором что левый что правый поворотник многим это не понравится так в сигнальчик вот такой вот интересный сигнал такие штуки происходят так что у нас по gps gps очень и очень тусклый и еще плюс к тому еще и маленький ну при другом освещении его будет лучше видно но то что он маленький это уже ничего не изменит тут такой в виде зеркальца он сделан что касается зеркала то зеркало хорошо видно но рекомендую его немножечко подстроить что больше было видно дорогу ну в принципе размещение нормальное так а что про по размещению видим что регулировать руль мы не можем мы можем немножечко пододвинуться давайте на n что больше было нам обзора вот так вот будет лучше так следующее что мы тестируем это мы тестируем дождик включаем дождь есть некоторые красные элементики так дождик дождик на окне я вижу на боковом давайте левое попробуем открыть окно открывается так смотрите если бы я не повернулся то не видел такая вот фишка сделана что водитель высовывает руку с сигаретой правда не зажженной но прикольный такой доп у него кстати ручка тоже у нас двигается и правый давайте посмотрим надеюсь он туда руку не высунет ну нормально все работает у нас по анимации стеклоподъемников теперь пробуем наши дворники так анимация по дворникам есть какая либо да вот такая вот манюсенькая ручка тут я не знаю ее удобность наверное очень спорная но анимация есть поставим галочку что есть не совсем хорошо мне кажется вытирают хотелось бы чтобы больше поле обзора у нас вытиралась но и так хорошо что они работают дождь они стирают это хорошо посмотрим с внешки видим что к окну они практически нормально прилегают да есть у нас отставание но это сильно не бросается в глаза здесь же мы тестируем свет сейчас мы включим ночь два часа ночи мы находимся в сильно светлом месте но видим что фары у нас рабочие все хорошо и теперь давайте попробуем поворотнички поворотнички тоже хорошо видны и они дублированы у нас на наших крыльях сзади поворотники тоже видно отлично так свет давайте выключим свет переместимся в салон дворники можно уже тушить так ну вот здесь то у нас темно давайте посмотрим как у нас освещен салон видим что у нас наши приборы подсвечены зеленым цветом индикатор также есть на дальний также есть индикатор переключение я что-то не вижу где у нас переключение так на о нажимаем ничего не меняется то есть дополнительного освещения в салоне у нас нету что бы хотелось бы подрегулировать чтобы у нас был лучший обзор нашего спидометра и так далее но к сожалению этого не сделать потому что вы сами видите что у нас ну блин еще выше садится ну вот так вот разве что вот так вот сесть но тогда меньше руль видно ну хотя бы вот так чтобы чуть-чуть было видно скорость нашу ну в принципе по городу нам 40-50 будет нормально видно все хорошо так выходим с этого меню и давайте включим назад под тень включили тень и немножечко проедемся на нем включу вид от третьего лица чтобы послушали звук посмотрели на сам грузовичок так далее вот я поэтому gps совершенно не могу понять куда нам ехать давайте поедем на право и там у нас есть разгрузочка так а я я что мигалки включил или что мне показалось что мигалки включены вроде ничего не мигает но нормально так никто не едет совершенно не знаю эту локацию так наугад еду так ну это разгрузка слишком близко давайте сделаем небольшой кружочек можно а дальше еще есть одна по моему разгрузочка вот на истамбул у нас тут можно повернуть нам туда пока не надо возможно это и турецкий город я честно говоря не знаю так здесь мне дадут повернуть или нет странная такая транспортная развязка тут придется пропускать разгрузочка радус такая вот это машина последняя которую мы пропускаем погнали так открывайте ворота мы привезли вам грузы так ну не знаю давайте вот сюда здесь вроде бы светло посмотрим если хорошо будет освещать нашу приборку плохо освещает ну хотя бы чуть-чуть давайте вот так вот это отъедем и здесь остановимся для подведения итогов так парковочный парковочный работает парковочный работает а на ручку я не посмотрел видим что она тоже анимирована так что имейте это в виду что не анимирована так это педальки так парковочная индикация где то есть есть ну звук самой ручки я не слышу ну да и ладно все все нормально так теперь давайте пройдемся по нашему грузовичку и подведем итоги по интерьеру как я и говорил здесь вроде бы все нормально единственная претензия что материалы хотелось бы получше ну обратите внимание на руль видны какие-то пиксели хотелось бы какой-то кожаный руль или же какой-то текстурированный пластик тоже касается и приборки здесь все довольно таки просто эти рюшечки с ромбиками от них нам никак не избавиться они как есть так и будут тут еще номерок какой-то турецкий приделали ну вот так вот это все выглядит на самом деле есть все что нужно единственное что gps мелковат сильно мелкий он и в некоторых позициях при некотором освещении его очень очень плохо видно давайте выключим двигатель так еще по рулю вы видите что руль у нас перекрывает некоторые датчики с этим ничего не поделаешь руль не регулируется вы можете садиться выше но это будет ухудшать вам обзор теперь перейдем к внешке по внешке у меня претензий нет он нормально так тюнингован здесь немного точек по тюнингу но выглядит вполне себе приемлемо что мне понравилось что есть два вида борта что мы можем якобы возить технику там у нас был и трактор там у нас был и экскаватор то есть прикольненько есть некоторые даже скины якобы по внешке у меня претензий нету теперь что про грузы как вы поняли что здесь тандема к нему нету если бы был то я бы сказал конечно же вам придется искать грузы рекомендую посмотреть мой обзорчик на mercedes urban truck там я показывал как грузить палеты к этому моду эти палеты вполне себе подойдут другие еще пробовал на прицепы невидимки к сожалению тоже не подходит конечно их можно брать только в том случае если вы будете использовать автоматическую загрузку и разгрузку только вот так вот а в случае с теми палетами что я использовал в urban e-track mercedes то там все таки хотя бы загрузиться можно с ним вот такой вот у нас bmc фатих в принципе неплохая моделька я думаю что 7 с плюсом 8 с минусом где то вот такая вот оценочка его конечно же много чего нужно дорабатывать но вполне себе неплохая моделька всем спасибо за просмотр моего обзора и до новых встреч